Пустыни Узбекистана Встречающиеся в пустыне грызуны, это чаще всего похожие на мышей песчанки. Здесь в обилии живут ящерицы, круглоголовки, агамы, гитконы. Как известно, присмыкающиеся представители древнейшей фауны Земли. За миллионы лет эти животные идеально приспособились к обитанию в пустыне. Многие ящерицы-круглоголовки ведут дневной образ жизни при сильно повышенной температуре. Устройство лавков пустынных ящериц таково, что они не проваливаются бегая по песку. Зато в случае опасности они могут за считанные секунды зарываться с песок. Но особенно много в центрально-азиатских пустынях различных змеев. Следует знать, что помимо неопасных для человека змееобразных, безхвостов ящериц, желтопузиков, различных полозов, степных удавов и змей-стрелок, в Узбекистане вводятся очень ядовитые виды рептилий. Щитомордник, эфа, степная гадюка, гюльза и даже глюнитая очковая змея, королевская ковра. Убивая жертву укусом ядоносных зубов, змей затем заглатывает свою добычу. Питаются они в основном мелкими животными, а человека могут укусить лишь защищаясь с ними. Окраска ядовитых змей чаще всего яркая, со множеством цветных пятен разного цвета. Вводятся в пустынях Узбекистана и самые трудные из ящериц, серый баран или по-местному Ичкемия. Это настоящий степной крокодил, достигающий длины до полутора метров и пожирающий все, что может одолеть. Пауну пустынь дополняют ядовитые скорпионы, насекомые, укус которых очень болезненный, а весной он становится даже смертельным. Таким образом, безжизненная на вид песчаная или глинистая пустыня на самом деле полна жизнью. Ее обитатели хорошо приспособились к ней.